Продолжает Вести Ульяновск. Добрый вечер. Смотрите в нашем выпуске. Молодые и умелые в Ульяновске выберут профессионалов своего дела. Был киоск и нет киоска. В областном центре убирают самовольные коммерческие строения. В честь героя память Дмитрия Разумовского почтили турниром по боксу. 135 молодых профессионалов борются за звание лучших в обслуживании транспортной логистики. В Ульяновске стартовал отборочный этап национального чемпионата WorldSkills. Его называют самым престижным смотром профессионального мастерства. Юрий определит лучших из числа студентов профтехучилищ и техникумов. Сегодня первый день состязаний. Слово Кристине Агафоновой. Исправить за 60 минут. Задание отборочного тура сопоставимо с финальными испытаниями. Нас интересует, в первую очередь, качество выполнения задания. Время мы не учитываем. Он может и за 15 минут сделать, он может и за час сделать. Самое главное, чтобы было качественно сделано. Наша компетенция очень высокотехнологичная в последнее время стала. Автомобиль становится сложной. Очень много электроники. Грубо говоря, молотком отвертку тут уже ничего не сделать. И в первую очередь автомобиль должен соответствовать. Как мы видим, автомобили все свежие. Ищут неисправности в двигателе, коробке передачи, электрике. Как итог, легковую машину необходимо завести. Но конкурсантов не смущает ни сложность заданий, ни время. Здесь только победители региональных этапов. Единственное, у нас не было модуля подвески. Это для меня будет как бы новым. Я не пробовал этого. Остальное для меня все знакомо. В этом конкурсе я захотел поучаствовать. Почему? Потому что было интересно. И хотел все-таки обменяться с другими участниками. Опытом, может быть, что-то новое узнать для себя. Что-то попробовать, ну, испробовать свои силы. По соседству разбирают детали уже грузовой машины. Жюри оценивает также автопокраску, кузовной ремонт. Конкурс проходит сразу по пяти направлениям. Почти все площадки под крышей межрегионального центра компетенций. В его создание и оснащение вложили более 140 миллионов федеральных рублей. Еще 75 миллионов добавила региональная казна. В конце 2017 года будут завершены все работы полностью по окончательному созданию комплекса межрегионального центра компетенций, включая общежития для студентов, которые будут приезжать из других регионов. Потому что центр межрегиональный. Вся страна будет направлять студентов и педагогов для обучения, повышения квалификации и переподготовки по этим компетенциям именно в русле среднего профессионального образования. Все, чтобы организовать подготовку по наиболее востребованным рабочим профессиям. Это только начало, то есть это первая фаза сейчас. Сейчас в основном идет установка оборудования, то есть завоз, инсталляция, апробация и прочее. То есть мы предполагаем, что в этом году мы сможем начать и тренировки сборной, и с другой стороны там должны тоже подключиться и образовательный процесс. 135 будущих специалистов из 65 регионов страны. Те, кто выбрал техническое образование как основу своей карьеры, смогут проявить себя уже на национальном чемпионате. Пройдет он в мае в Краснодарском крае. Итоги же отборочного тура подведут через две недели. Самый классный класс, конкурс классных коллективов общообразовательных организаций подошел сегодня к финалу. В нем приняли участие около 400 ребят. Это пять команд в трех возрастных категориях. С пятого по седьмой класс, восьмые, девятые, десятые, одиннадцатые классы. В финале ребята представили визитку своего коллектива. Борьба за победу шла ожесточенная, ведь в участниках шкалеры со всей Ульяновской области. Многие попали на конкурс впервые. Нам очень просто понравилось. Мы всем классом очень радовались, когда все уже выступили. Победу надеетесь? Да. Мы все дружные, сплоченные. У нас нет никаких разногласий, потому что мы всегда вместе. И, конечно, каждую неделю мы остаемся в своем кабинете. У нас есть свой музей в школе. И мы там остаемся пить чай с вареньем. И всегда чем-то делимся, смеемся. Такие конкурсы, как классный класс, направлены на сплоченность детских коллективов. Специалист отмечает, что в классе, где есть искренняя дружба и успеваемость выше. Если атмосфера в классе есть, то учиться в этом классе ребенку интересно. Если классного коллектива нет в классе, то ему там неинтересно. Даже сильному ребенку, даже талантливому ребенку, он просто приходит, как обязанность получается. Он приходит в класс, такой и есть. То есть, в принципе, показатель успеваемости и качества, которые мы требуем от ребят, оно выше в тех классах, которые дружные, сплоченные, которые являются и заявляют себя самым классным классом. В этом году в конкурсе, помимо различных номинаций, появились и призовые места. В самой младшей возрастной группе победил 6-й В-класс Октябрьского сельского лицея Чердоклинского района. В средней группе 8-й А-класс школы номер один рабочего поселка Кузоватого. А среди старшеклассников самыми классными оказались воспитники физико-химического класса базарно-созганской первой школы. Все эти коллективы в награду получили поездки в знаковые города России. С начала этой зимы в Ульяновске сносят незаконные строения. Два самовольно установленных киоска рядом с рынком на промышленной подверглись демонтажу. Причем за счет их владельца. За происходящим наблюдала наша съемочная группа. Владелец этого киоска рассказывает о преимуществах своей торговой точки, которую демонтируют на его глазах и за его же счет, но не хочет официально давать комментарий на камеру. В подобных случаях вполне возможно, что торговля осуществлялась законно. У предпринимателя, например, есть лицензия на торговлю, но не оформлено само строение, точнее киоск и земля под ним. Значит, не оплачивался земельный налог. А давно он стоит? Давно. 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 Я не знаю даже сколько лет. Года четыре, наверное, есть. Выгодно было все. Рядышком. Рядом был. Зачем заставлять, я не знаю. Этот киоск демонтируют, потому что он, как выяснили сотрудники администрации Ульяновска, установлен самовольно. Потому и убирают его на средства владельца. Значит, в случае неисполнения постановления, демонтаж производится силами муниципальных предприятий. И вывезенные строения также хранятся на производственных базах наших муниципальных предприятий. Предприниматель может забрать их оттуда в любой удобный для него момент, просто оплатив расходы на демонтаж и хранение. Также по всему городу демонтируют самовольно установленные гаражи и ограждения. Например, начиная с февраля этого года всего снесено более 20 незаконных объектов по всему Ульяновску. Эта участь обошла лишь железнодорожный район. Там таких строений пока не обнаружено. Вас Сарасадина, Элла Шахова, Герман Баранов, Вести, Ульяновск. Ульяновск, город, сад. Областной центр стал одним из 20 муниципалитетов России, которые участвуют в федеральной программе формирования комфортной городской среды. Как преобразится наш город и как на ситуацию могут повлиять ульяновцы, сегодня выяснила Елена Тимонина. Надоело смотреть из окна на разбитые тротуары, слепые фонари и засохшие поломанные кусты? Смело собирайте соратников и действуйте. Благодаря участию в программе по созданию уютной городской среды ульяновские дворы, часть городских улиц, парки, скверы и набережные обретут новую жизнь. Для этого инициативным ульяновцам необходимо провести собрание собственников жилья, утвердить перечень необходимых работ, провести осмотр территории и до 10 апреля подать заявку на участие в городском этапе проекта в управлении муниципальной собственностью администрации Ульяновска. Жители дома номер 17 по улице Камышинской уже так и сделали. Как освоить субсидии, продумали пошагово. В первую очередь признаются руководители активистов, двору нужны дороги и отремонтированные тротуары. Хотелось бы, конечно, пандусы у меня есть, которые очень много маленьких детей, коляшечки свозить, много инвалидов. Это во-вторых. В-третьих, хотелось бы что-то сделать для ребятишек. У нас вот здесь маленькие ребятишки гуляют. У нас есть еще и 5-6 классы. Какие-то тренажеры им поставить, можно какую-то горку. Все-таки для более взросленьких детей, не 3-4-летних. Ну, наверное, я не знаю. Если есть возможность, конечно, можно же чем-то озеленить. Уже утвержден минимальный перечень работ. Победителям конкурса заасфальтируют дворы, отремонтируют освещение, установят лавочки и урны. В среднем на один двор в администрации планируют потратить около 4 миллионов рублей. К 20 апреля специальная комиссия определит, какие территории преобразятся в этом году, а какие заиграют новыми красками в следующем. В рамках данного проекта разработаны критерии отбора дворовых территорий. Это как финансовая дисциплина, так и наличие проведенных ремонтных работ и, соответственно, как уже было сказано, продовое участие населения. Для благоустройства территорий на 2017 год всего выделено более 117 миллионов рублей. 73 из них направят на развитие парка Прибрежный в Заволжье и верхнего яруса парка Дружба народов. К концу апреля столичные специалисты подготовят эскизные проекты переделки городских парков. Мы уверены, что за вот этот вот рабочий летний сезон эти два парка у нас обретут совершенно новую жизнь. И самое главное, что здесь появятся совершенно другие смыслы, потому что это будет не просто какая-то аллейка, дорожка, это будет действительно современная, благоустроенная, очень концептуально интересная городская среда. Кроме того, в 2017-м планируют преобразить улицу Федерации, Дмитрия Ульянова, часть бульвара Новый Венец и сквер на Северном Венце. Елена Тимонина, Денис Миронов, Вести, Ульяновск. Сегодня нашему земляку, герою России, спецназовцу Дмитрию Разумовскому исполнилось бы 49 лет. Он погиб в сентябре 2004 года, спасая заложников из захваченной школы в городе Беслан. В Ульяновске установлен памятник Дмитрию Разумовскому. На доме, где он жил, появилась мемориальная доска. А сегодня в Ульяновской спортшколе по боксу имени Петра Липатова стартовали первые соревнования, посвященные герою. За событиями на ринге наблюдала наша съемочная группа. В том, что соревнования по боксу посвятили именно Дмитрию Разумовскому, нет ничего удивительного. В 1985-м он выигрывал юношеское первенство СССР. Успешно выступал и на соревнованиях во время учебы в столичном погранично-командном училище. Сослуживец и земляк Дмитрия Сергей Вилков, с которым тот когда-то вместе поступал в военное училище, вспоминает. Был его спорен партнером на ринге. И, несмотря на дружбу, даже во время тренировок тот выкладывался по полной. Но его целестремленность во всех даже мелочах, желание быть на высоте, требования к себе, вот эти вот особенные такие требования, проявлялись практически на каждом шагу. Если тренировки проводил с отдачей, максимально приближенные к реальным действиям, ситуациям, ну и требования к себе были очень высокие. В нынешних соревнованиях принимает участие порядка 60 спортсменов из Ульяновска и области. Многих мальчишек называют будущим регионального бокса. Соревнование для них очередная проверка сил. По словам Радика Незамуддинову, победившего в первом бою состязаний, было непросто, но помог настрой. Бой такой достаточно сложный был. Соперник был в ближнем бою в основном. Он выходил на атаку в выходе из ближнего боя. Ну, знаком я с ним нормально, как занимался, были спарринги в его клубе. Один раз только с ним боксировал в его же клубе на спаррингах. Боюсь, не встречался. Пока на ринге шли бои, на специально организованной площадке можно было увидеть боевое оружие, каким пользуются российские спецназовцы. Все-таки турнир особый, посвященный герою России. По-особому настраивали на эти соревнования ребят и организаторы. Мы были все, скажем, кто постарше, очевидцами всех тех событий, которые произошли в 2004 году в Беслане. На самом деле, если мы будем, скажем, больше проводить подобных турниров, я думаю, это будет только плюсом, скажем, для нашей молодежи. Не всевозможные шоу и так далее, а подобные мероприятия. В региональной федерации бокса заверяют, турнир памяти Дмитрия Разумовского сделают традиционным. И в дальнейшем для участия будут приглашать не только местных спортсменов, но и гостей из других российских регионов. Игорь Кранцев, Дамир Губеев, Вести Ульяновск. О том, какой будет погода в ближайшие сутки, в информации синоптиков через несколько секунд. А у меня на этом все. Я благодарю вас за внимание. Всего доброго. До встречи на телеканале Россия 1 в программе Вести Ульяновск.